У каждого человека есть область знаний и умений, в которые он ориентируется лучше других. Невозможно уметь все и сразу, но можно достичь высоких результатов в определенных областях. На конкурсе профессионального мастерства топливной компании ТВЭЛ состязались лучшие в своем деле. В первый соревновательный день участники прошли жеребьевку и инструктаж, подготовили рабочие места, ознакомились с заданием, проверили работоспособность инструментов. В компетенции «Промышленная автоматика» участникам за три дня предстояло создать схему автоматического подбора краски типа «СМУК», а в компетенции «Электроника» спроектировать сборку, наладку и программирование электронного устройства. И вот три дня состязаний позади. Настало долгожданное событие. 4 апреля подвели итоги и объявили финалистов. От дивизиона вы, по сути дела, передали те знания, и они идут с той концентрацией знаний, которые вы здесь получили, общаясь с вами. Сейчас достаточно непростое время. Вы сами видите, идет такое бурное развитие, как говорится, электронной промышленности, систем контроля, управления, автоматики. Но я всегда бы главу ставлю человека. Потому что без человека, хотя есть тенденция определенная, без человека не работает ничего. На этапе ТВЭЛ «Скилз» в Новоуральске состязались работники Уральского электрохимического комбината, НПО «Центротех», Сибирского химического комбината, Чепецкого механического завода и его дочернего общества ООО «Приборсервис» и Зеленогорского электрохимического завода. По результатам конкурсных дней золота и серебро в компетенции «Электроника» завоевали инженеры-исследователи МПО «Центротех» Вячеслав Музюкин и Сергей Горбунов, соответственно. Третье место у инженера по КПА Зеленогорского электрохимического завода Владимира Рудкевича. За первое место в конкурсе профессионального мастерства ТВЭЛ «Скилз» топливной компании в компетенции «Электроника» награждается Музюкин Вячеслав Владимирович! Это все-таки только начальный этап. Моя основная цель – это попытаться взять золотую медаль на «Атомскилз». У меня есть серебряная медаль с всероссийских соревнований «Волдскилз Хай-Тек» с прошлого года. Бронзовая медаль с «Атомскилз» – надо брать золотую. В компетенции «Промышленная автоматика» на высшей ступени пьедестала почета оказался Михаил Щербаков, инженер по КПА на Уральском электрохимическом комбинате. Наградообразующим предприятию он трудится уже более 12 лет. Конкурс на самом деле очень масштабный, очень интересный, потрясающий. Если рассматривать наш конкурс, то он включает в себя практически все монтажные, электромонтажные работы, плюс программирование. По сравнению с прошлым годом задание у нас стало более красивое, более наглядное. Почему? Потому что оно имеет движущиеся элементы. Не просто лампочки горят, которые, скажем так, похожи на систему освещения, а именно как промышленное автоматическое управление в данный момент лифтом. В этом году у нас используется более сложный контроллер логовский. В отличие от прошлого года у нас был попроще. Юнит у нас был такой контроллера. Надеемся, что в следующем году у нас будет еще сложнее оборудование, более дорогое, потому что, ну, на самом деле промышленная автоматика – это затратная электроника и затратное приборное оснащение. Все молодцы, потому что отстоять такой темп, спортивный и в то же время технически грамотный, могут не все. Третье место в компетенции промышленная автоматика также взял работник Уральского электрохимического комбината Евгений Арестов, слесарь по КПА. Почетное серебро у Дмитрия Шитова, работника общества с ограниченной ответственностью, прибор – сервис. К слову, медали для победителей призеров были изготовлены в Глазове на предприятии дивизиона топливной компании «ТВЭЛ». Медаль выполнена из циркония, то есть это самый атомный элемент, металл уникальный, то есть химический, как неактивный он металл. Соответственно, данная металь полностью сохранит цвет, блеск и на протяжении там, ну, столетий точно. Победители этапа «ТВЭЛ Скиллз» представят топливную компанию на отраслевом чемпионате мастерства «Атом Скиллз-2019» в компетенциях промышленная автоматика и электроника.